РАДИО БОЛТКОМ Прослушайте промо программы Прямая Речь Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу Прямая Речь Слушайте по четвергам с 17 до 18 часов Доброе утро, уважаемые радиослушатели Добрый день, очень жаркое сегодня утро и весь день будет очень жарко но и в политической жизни температура все нагревается и нагревается и мы знаем, что завершается весенняя сессия парламента сегодня перед депутатами выступал президент Эггел Левиц об этом и не только об этом поговорим с депутатом парламента который работает и в комиссии очень важной поднациональной безопасности также является секретарем юридической комиссии Валерий Агешин у нас в прямом эфире посредством Зума Валерий, спасибо, что согласились выйти с нами на связь я знаю, что и продолжается параллельно заседание Сейма вы все еще пока работаете, я так понимаю, парламент в виртуальном режиме, да? Да, здравствуйте, рад вас видеть рад вас слышать, рад пообщаться с вами да, действительно, парламент работает в виртуальном режиме хотя, хотелось бы надеяться, что осенью или, по крайней мере, зимой мы вернемся в нормальный традиционный ритм и режим работы Ну вот, если еще до недавнего времени президент был, я буду дипломатически выражать совсем не активен, то сейчас как-то может быть в связи с теплой погодой он как-то активизировался заметно недавно даже грозил парламенту распуском сегодня он выступал тоже с такой критикой в адрес парламентариев а заодно начал получать работодателей какие требования языковые в том числе в частном бизнесе предъявлять вообще работникам и дал понять, что русский язык вообще не нужно знать и говорить на языке клиента, значит, тоже не нужно я так понимаю Вы знаете, я очень внимательно слушал речь президента президент говорил в течение 20 минут о темпах вакцинации, об экономике о недостатках сотрудничества парламента и правительства вот, по мнению господина Левица Латвия очень хорошо справилась с кризисом в качестве примера приводил разные цифры говорил о необходимости поддержки СМИ со стороны государства о качестве образования за которое обязательно надо всем платить упомянул о слабых местах в системе внутренних дел о недостаточной квалификации сотрудников МВД и так далее в том числе я упомянул и те вопросы о которых говорите вы но я для себя сделал очень простой и одновременно невеселый вывод знаете, вот многие ораторы которые выступают в правительстве из парламентской трибуны не понимают по крайней мере одного что в Латвии бедность и нищета реальные явления бедность в Латвии это реальность я сегодня об этом не услышал ни одного, ни единого слова вот, очевидно потому что власть придержащие не очень хорошо себе представляют как на самом деле живут простые люди я бы, может быть, очень порекомендовал нашему президенту премьер-министру, министрам съездить с рабочим визитом или в выходные в Латгалю посмотреть как там живут, выживают местные крестьяне, фермеры или в Лейпаю как живет простая ткачиха или в Цесис, или в Сигуду как выживают представители небольшого бизнеса тогда, может быть, меньше было бы высокопарных и красивых слов самого главного для себя я не услышал как решать проблемы бедности, нищеты малоимущих, малообеспеченных людей как помогать малому и среднему бизнесу ничего этого я не услышал а это вопросы, которые больше всего волнуют людей социальные вопросы сегодня для людей приоритет это мое видение вот по поводу малого и среднего бизнеса как им будет помогать, с 1 июля мы увидим я так понимаю, что сначала даже новые консерваторы перед муниципальными выборами стучали себя кулаком в грудь и кричали, что мы добьемся что мы заморозим вступление вот этих налоговых изменений с 1 июля но я так понимаю, концепция изменилась да? Вы знаете, после того, как новая консервативная партия скажем так обновила свой состав в правительстве после того, как они проглотили и порвали как тузик грелку своего партнера вот партию КПВ ЛВ в их стане наступила просто гробовая тишина да? и все попытки оппозиции на этой неделе, в том числе и вчера значит, этот закон как-то видоизменить и призвать к ответственности и напомнить партиям власти о том что они обещали не увенчались, к сожалению, успехом но дело здесь еще заключается и в том что у нас вообще в Латвии принято после каждых выборов забывать о своих предвыборных обещаниях как о некоем некрасивом недоразумении и вот, пожалуйста, результат передаю привет всем избирателям новой консервативной партии да, значит, что касается возможного вот распуска Сейма такая была угроза президента высказана в свете вот Вороклян вот как раз из того, что вы говорите может быть, надо было больше подумать как помочь жителям Вороклян тут кадры недавно были по телевидению как там они живут но это, честно говоря, как раз о том о чем вы говорили в начале нашей беседы о нищете и ведности да, вопрос понятен спасибо вам за этот вопрос мне известны и многие другие примеры когда не выполнялись решения конституционного суда но почему-то именно в этом конкретном случае мы услышали такую острую реакцию со стороны президента а ведь не выполнялось и до сих пор не выполняется очень много решений конституционного суда и далеко не все и не всегда обращали на это внимание поэтому я думаю что в конкретном случае никакого распуска Сейма не было бы он не состоялся бы и все вот эти вот разговоры о возможном распуске парламента это не что иное, как мышиная возня от которой рядовому жителю нашей страны ни холодно, ни жарко ни легче, ни тяжелее поэтому никакого распуска парламента быть не могло и никаких серьезных дискуссий нигде, ни на каких уровнях не было и когда мы говорим о том что парламент должен последовательно выполнять все решения конституционного суда давайте тогда действительно будем честными и последовательными и проверим все решения конституционного суда и все ли они выполняются я вас уверяю что такие наблюдатели вот такие значит инициаторы таких проверок увидят массу удивительных вещей вот и значит недостаточно в Риге с высоких разных трибун заявлять о каких-то своих намерениях я считаю что самое главное это личное общение поэтому призываю и президента и министров насколько это возможно почаще общаться с людьми и в особенности в регионах тогда они услышат тогда они услышат много интересных для себя вещей в том числе и в свой адрес вот если мы говорим подводим итоги вот этой весенней сессии она такая довольно была интересная поскольку недавно были муниципальные выборы и мы наблюдали что отдельные коалиционные партии но теперь уже видимо выгнанные из коалиции КПВЛВ новые консерваторы пытались даже играть такую роль внутренней оппозиции они даже блокировались так можно сказать с вами с представителями оппозиционных сил согласия союзов крестьян независимых депутатов и какие-то решения которые мне кажется в интересах жителей принимались ну там к примеру по летним террасам по продлению их работы еще целый ряд таких интересных решений как бы вы это прокомментировали очень хороший очень интересный вопрос когда вы и ваши представители со мной связались и сказали что один из вопросов возможно будет это итоги работы парламента страны в этой сессии я сразу отложил все свои дела и согласился потому что люди имеют право знать и спасибо вам за этот вопрос я скажу так согласитесь уважение доверие и репутацию невозможно купить ни за какие богатства и никакие пиар-специалисты и никакие дружественные СМИ вам в этом не помогут если ты не выполнял свои обещания и регулярно обманывал людей работа коалиции в этой сессии в течение полугодия в течение года если это вообще можно назвать работой она привела к тому что люди сегодня вообще почти никому и почти ни во что не верят что впрочем неудивительно потому что на мой взгляд правительство забыло о своей основной задаче заботиться о благополучии жителей страны если люди сегодня никому не верят и ни во что не верят это очень тревожный сигнал да также мы видим что кабинет министров под руководством Кришиниса Каринша демонстрирует полную неспособность справиться с кризисом и с последствиями кризиса вызванного пандемией ковид-19 что мы видим мы видим что деятельность министров это какое-то хаотическое штампование нелогичных запретов которые то спешно принимаются то также спешно отменяются большинство сейма вместо того чтобы тщательно обсуждать и анализировать проблему просто превратилось в кнопки для голосования в машину для голосования конечно в активе политиков из коалиционных партий и немало достижений в их числе совершенно безумные списки разрешенных запрещенных товаров и услуг запрет на посещение в течение года учебных заведений культурных и спортивных мероприятий напомню об ограничении прав человека о комендантском часе о скандале по закупке вакцин о крайне низких темпах вакцинации мы прежнему отстаем от всех в Европейском Союзе вот это конечно такая горькая ирония о достижениях коалиции вообще надо сказать что вот вся логическая цепочка потерь связанных с латвийским вакцинным портфелем так называемым очень-очень страшная на сегодня как для государства и человека в целом так и для народного хозяйства страны экономики в частности я считаю что наша латвийская экономика еще очень долго будет заморожена из-за того что своевременно не были и не будут вакцинированные люди которые могли бы быть вакцинированы что позволило бы раньше и быстрее еще весной отменить все эти неразумные ограничения кроме того я думаю нам еще мягко говоря придется очень долго серьезно анализировать влияние пандемии COVID-19 на всю нашу латвийскую правовую базу и к сожалению вот время пандемии и все эти ошибки партии власти привели к тому что наши латвийцы многие люди которые не являются ни лентяями ни пьяницами оказались просто на грани бедности и нищеты я хочу президент страны сегодня утром приводил разные цифры я тоже хочу пользуясь возможностью привести цифры которые в моем распоряжении имеются сегодня в Латвии статусом малообеспеченного или нуждающегося лица или домохозяйства обладает 100 тысяч человек при этом в сумме около 400 тысяч человек то есть каждый пятый житель нашей страны балансирует еще на этой грани на грани бедности и нищеты вот где реальные цифры то на что нам указывают международные организации OECD например что Латвия по-прежнему является третьей беднейшей страной в ЕС который к тому же наша особенность наблюдается просто драматическое неравенство в доходах жителей пропасть в доходах жителей это безусловно очень серьезные цифры которые показывают что кабинет министров отработал не только эту сессию но и весь свой созыв очень плохо и не в состоянии осуществлять разумную уравновешенную и понятную жителям нашей страны социально-экономическую политику и у меня уважаемый Абек только один контр-вопрос вам в свою очередь а зачем нам тогда такое правительство которое не умеет работать вопрос риторический конечно да конечно но ведь мы понимаем что скорее всего правительство вот это обновленное как она называет себя само может поработать до конца парламента этого созыва или вы не верите знаете я хочу я хочу сказать так что вот эта сессия ознаменовалась тем что в парламенте создана парламентская следственная комиссия для расследования ошибочных действий правительства в процессе преодоления пандемии COVID-19 и мне очень хочется верить что в течение полугода а именно это срок мандата комиссии будут названы имена должностных лиц которые повинны в том что сейчас у нас наступили особенно тяжелые особенно негативные последствия для нашей страны в силу того что не были проведены закупки вот вы говорите что это правительство отработает до конца этого созыва сейма а я хочу напомнить вы знаете всем известно что генеральный прокурор начал инициировал проверку всех решений министерства здравоохранения по закупке по закупке вакцин то что на эту же тему начат уголовный процесс да то что сегодня в рамках парламентской следственной комиссии куда я заявился работать вызываются скажем так чиновники для того чтобы их опросили также будет приглашена бывший министр Илзе Винтиле да поэтому я хочется мне верить что за ошибки которые совершены правительством наступит не просто строгое наказание и что оно будет не только в рамках политической ответственности в том числе на выборах но и то что оно будет в рамках уголовного закона да и поэтому очень здорово очень важно что в работе парламентской следственной комиссии сегодня она проходит раз в неделю по пятницам официально принимает участие представители генеральной прокуратуры произошло по моей инициативе участвует реально прокурор из генпрокуратуры и это придает скажем так дополнительные силы в работе такой комиссии с тем чтобы вывести на чистую воду людей которые поступили мягко говоря нечистоплотно во всяком случае вот когда все в один голос лживо да наблюдатели за политическим процессом лживо утверждают что другой состав правительства невозможен я хочу напомнить почему тогда генпрокуратура начинает уголовный процесс в отношении решений чиновников принимаемых значит работающих в министерстве здравоохранения бывших чему там проводится по инициативе генпрокуратуры масштабные проверки да вот ну и что касается работы этой парламентской следственной комиссии безусловно весенняя сессия парламента ознаменовалась тем что мы расследуем то что натворили чиновники зимой да я хочу сказать что еще один большой плюс то что обеспечена прямая трансляция заседаний означает что по пятницам любой желающий может подключиться и наблюдать за работой этой комиссии и журналистам тоже не нужно испрашивать специальное разрешение у администрации сейма руководства комиссии и четвертая власть тоже может принимать активное участие в работе этой комиссии чем многие ваши коллеги Абек активно активно пользуются что показывает картина работы парламентской следственной комиссии на сегодня это то что у многих чиновников наступила дезориентация потеря памяти и обман зрения например нам уже удалось сразу три симптома опасных да я насчитал да нам уже удалось опросить ряд чиновников и бывших чиновников в частности бывшего госсекретаря Минздрава Дайна Мурманова Брашко так значит и она тоже сказала что ничего не помнит да значит господина из госагентства лекарства Свена Хан Кузенса знаменитого да по поводу неорганизации закупки неорганизации поставок вакцин в Латвию вот и я им задавал вопросы о недостатках планирования процесса вакцинации в чем собственно дело что Еврокомиссия нам предлагала дополнительно приобрести зимой когда был разгар пандемии 400 тысяч вакцин Pfizer почему была эта возможность упущена почему все происходило так словно в стране нет никакой чрезвычайной ситуации я хочу сказать так что эти люди которых мы вызываем для того чтобы опросить они категорически отрицают свою вину категорически отрицают свое участие в организации неорганизации поставок вакцин в Латвию в конце прошлого года вот и говорят что во всем виноваты обстоятельства новые вызовы что ни у кого из чиновников не было опыта работы в пандемии и так далее да что все произошло само это виновных нет и не может быть и так далее мы были загружены у нас не было опыта и так далее и действительно я вам хочу сказать так первая служебная проверка уважаемые Абик и радиослушатели выявила следующее что решение об значит о покупке вакцин правительство не принимало заказы делались по решению или не делались по решению специальной рабочей группы состоявшей из чиновников делались они это они абсолютно стихийно все это происходило без соответствующего распоряжения министров и без оформления должным образом все это такая вот работа мимоходом да привела к тому что мы зимой в ноябре-декабре отказались от полагавшихся нам вакцин и теперь сегодня только сегодня мы начинаем отменять эти ограничения хотя эти ограничения могли отменить весной ранней весной и так далее вечно я считаю что у каждой ошибки есть имя и фамилия я думаю что за вакцинацию в ответе конкретный человек я с нетерпением жду когда по моей инициативе в парламентскую следственную комиссию нанесет визит Илзы Винтила который накопился мягко говоря ряд вопросов сейчас самое важное еще не допустить повторения таких ситуаций в будущем спасибо за такой исчерпывающий рассказ о работе этой следственной комиссии я думаю это важно для всей страны для всех жителей тем более что цену которую мы платим вот за промедление с вакцинацией она очень большая это человеческие жизни вот я вас попрошу буквально минуту оставаться на связи сейчас короткая пауза потом я вам задам вопрос может быть он тоже из разряда эритарических но мне очень важно его задать Валерий Агешин у нас на прямой связи депутат Сейма не переключайтесь Радио Болтко Редактор субтитров А.Семкин 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 Вы должны понимать ценность образования, по крайней мере, профильного. Или у нас без разницы, кто чем управляет, понимают они в этом, не понимают, не имеет никакого значения, да? Знаете, Абик, я надеюсь, что мне очень повезло или тем, кто со мной работает, или с кем я работаю, повезло. Я юрист по своему образованию, работаю в юридической комиссии Сейма. То есть вы не хотели бы заниматься сельским хозяйством, нет? Сферой сельского хозяйства. Вы знаете, вот сельским хозяйством я занимаюсь непрофессионально на досуге субботам и воскресеньям, когда на даче окучиваю грядки, выращивая огурцы и помидоры. Но это я делаю для своего собственного удовольствия, для здоровья, и совершенно непрофессионально, да? И субботам и воскресеньям в свое свободное время. И мне за это налогоплательщики зарплату не платят. Те примеры, которые приводите вы, когда пироги печет сапожник, а сапоги точают пирожник, я отвечу так. Вы знаете, это результат несменяемости власти в нашей стране на протяжении последних 30 лет. Она не сменяется. В Латвии право-консервативная политика и право-консервативная погода доминируют, да? И поэтому, значит, в структурах власти конкуренции недостаточно. Достаточно быть представителем какой-либо партии, и ты можешь оказаться на руководящей должности. Это, конечно, не имеет ничего общего с профессионализмом. И так можно сказать об очень многих министрах правительства, даже и вот о господине Эглитесе, который очень мечтал быть министром экономики, но его, скажем так, перебросили на Ниву социального благосостояния, и он теперь начал свою работу со скандальных твитов министром благосостояния. Он, кстати, сказал, как министр благосостояния, это, конечно, очень ценная позиция для министра благосостояния, что неправильное самоуправление их жителей деньги-то не получат европейские налогоплательщиков. Вот так. Надо думать, за кого вы голосуете, сказал министр благосостояния, между прочим. В любой западной демократии для скандинавских странах такое высказывание увенчалось немедленной бы отставкой министра. Немедленной, да, если бы он не ушел в отставку сам, быстренько, пожалев о том, что он наболтал, не зная, будучи в каком состоянии духа. Но даже если этого бы не было сделано, то тогда премьер-министр правительства, руководитель правительства попросил бы такую персону немедленно отправиться в отставку. Потому что есть одна аксиома, которую не понимают многие политики, в том числе очевидно господин Эглиц, что избиратель всегда прав. И это трудно оспорить. А то, что происходит, то, что непрофессионалы у нас находятся на многих должностях, и даже сами порой не понимают, насколько они смешны, это свидетельствует о несменяемости власти на протяжении 30 лет, к сожалению. Но я оптимист и уверен, убежден в том, что рано или поздно со временем эту ситуацию можно будет изменить. Да, хоть вы оптимист, но я сейчас вынужден вам задать не очень радостные вопросы. Наверное, ответ тоже, наверное, не будет особенно оптимистичный. Вот эта история, которую, я так понимаю, не оставила равнодушным и наших радиослушателей, судя по звонкам и сообщениям, речь идет о Янисе Адамсоне, вашем коллеге, однопартийце, которого 7 недель тому назад снял с него иммунитет и выдал для расследования по обвинению в тяжелой статье, в шпионаже. Как мы знаем, Адамсон арестован. Вот пока, я так понимаю, подана апелляция. Вот, может быть, несколько слов я понимаю, что особенно работая в комиссии по национальной безопасности, вы много чего не можете рассказать, но вот общий фон, многие обратили внимание, в том числе ваши коллеги, однопартийцы, что времени на ознакомление с тем модификационным письмом прокуратура было крайне мало, от 5 до 10 минут. И в связи с этим возник вопрос даже не в том, там виновен или невиновен Адамсон, это вряд ли вы сможете установить, вы не следователи, а вопрос только в том, не становится ли вот этот депутатский иммунитет фикцией просто-напросто. Вы знаете, это действительно очень сложные вопросы, вопрос о депутатском иммунитете очень многим жителям нашей страны не нравится и слушателям не нравится тоже. Когда-то, еще чуть ли не во времена Древней Греции, это понятие появилось для того, чтобы большинство не могло преследовать политика, которая находится в меньшинстве, которая находится в оппозиции, и, может быть, говорит очень правильные вещи. И вот тогда, а затем и во многих западных демократиях возникло понятие неприкосновенности депутатского иммунитета, то, что политика не могут призвать к ответственности за высказанные им мысли и взгляды. Говоря по существу, я хочу сказать так, что, говоря о деле Яниса Адамсона, что, по-моему, все здравомыслящие и логически думающие люди, заинтересованные в скорейшем расследовании этого дела, выяснении объективных обстоятельств, и при этом я хочу напомнить, что презумпцию невиновности в нашей стране никто не отменял. Любой человек невиновен, пока его вина не доказана в суде, и только суд может назвать человека виновным. Кроме того, наша партия на этой неделе распространила сообщения с просьбой о необходимости изменения меры пресечения Яниса Адамсона с учетом норм прав человека и состояния здоровья Яниса Адамсона. И будем надеяться, что адвокат хорошо сделает свою работу и ситуация сдвинется с точки. На ваш взгляд, вам было достаточно той информации скупой, которая вам была предоставлена? Я понимаю, что вы не можете раскрывать даже ее содержание, но вообще вам, как депутату, как юристу, вообще это было достаточно? А когда у тебя действительно есть 5-10 минут для ознакомления с очень серьезной информацией, то, по-моему, этого времени недостаточно ни одному серьезному здравомыслящему человеку. И те коллеги, те депутаты, которые говорят о том, что 5-10 минут для ознакомления это чрезвычайно мало, это никуда не годится, они абсолютно правы. Так оно и было. Поэтому ряд депутатов Сейма, в том числе и ваш покорный слуга, не участвовали в таком голосовании, не голосовали за выдачу депутата Яниса Адамсона. Я не привык голосовать за то, что я не прочитал, с чем я не ознакомился. Вот и все. Но вы знаете, у нас еще есть время? Да, да, да. В эфире. Потому что вы задавали вопрос о, скажем так, итогах этой парламентской сессии, может быть, и о позитивном, о позитивном включе. Я хочу сказать, что есть позитивные новости, безусловно. И я хочу порадовать жителей нашей страны тем, что большинство Сейма приняло, по крайней мере, два закона, которые латвийцы очень-очень ждали. Я сам в определенной степени эти два документа сопровождал, сопровождал их принятие. И они уже оба приняты в июне, в третьем окончательном чтении. Речь идет, во-первых, о том, что латвийцы смогут с 1 января 2022 года освободиться от непосильных долговых обязательств. Если там до 5000, да, вот эти небольшие долги? Да, да, да. То, что принят законопроект об освобождении физического лица от долговых обязательств, он вступает в силу с 1 января 2022 года. То есть люди, которые имеют статус малообеспеченного или малоимущего лица, и у которых накопился долг по потребительским кредитам в размере от 500 до 5000 евро, с 1 января будущего года через нотариуса смогут такую задолженность списать, да. Ну, конечно, есть ряд дополнительных условий. 20% от этой суммы должны быть погашены. В случае, если человеку спишут этот долг, он обещает посещать курсы финансовой грамотности и в течение двух лет не брать в долг и так далее. Но, во всяком случае, этот закон может коснуться, по моим оценкам, около 40 тысяч латвийцев, да, что немало. И второй законопроект, который я оцениваю очень позитивно, который в июне тоже принят в окончательном чтении и который согласие продвигало, а потом, значит, у нас правительство перехватило инициативу, забрал этот законопроект, подписались своими фамилиями, его приняли, да нам не жалко. Это законопроект о государственном кадастре недвижимого имущества, в соответствии с которым кадастровая стоимость недвижимости будет заморожена до 1 января 2025 года, что тоже очень здорово и что заждали многие латвийцы. Ну, почему? Это значит, что сумма налога на недвижимость, которую мы платим ежегодно за свою квартиру или за свой дом, не будет повышаться. Но это коснется вообще сотен тысяч человек. И здесь я работаю большинства парламента, оцениваю позитивно, и мне не жалко, если кто-то из правящих наши эти идеи уворовал, выдал за свои и потом принял. Главное то, что цель достигнута, да, и что латвийцам не придется платить в тридрога за свое жилье. Это позитивные новости. Да, это действительно позитивные новости. Может быть, еще такой вопрос, ну, как бы, в догонку к тому, что вы сказали в самом начале, когда вы говорили о выступлении президента, где он подчеркнул о необходимости, не знаю, повышения квалификации работник правоохранительных органов. Все-таки вы работаете юридической комиссией, в комиссии Сейма по национальной безопасности. И даже уже одно время ходили разговоры в правительстве, что вот-вот мы подошли к созданию или возрождению, называть, как хотите, восстановление полицейской академии. Чуть-чуть в другом варианте. Там будет, я так понимаю, Академия права. С чуть-чуть другим названием, да. Но уже вот новый министр внутренних дел Мария Голубева заявила о том, что она не видит вообще необходимости в создании такого вуза. Вот это что? Это какое-то непонимание или такая игра? Это заявление является трагедией со стороны специалиста по истории и филологии, да, и еще чего-то, которое теперь возглавляет Министерство внутренних дел. Видите, вот это вот объединение от Истыбой пар развитию за, которое госпожа Голубева представляет, может быть, сколь угодно либеральным, сколь угодно заигрывающим слева, слевацентрически мыслящими людьми, с русскоязычным избирателем в том числе, но факт остается фактом. Они работают в одной коалиции с национальным объединением. Поэтому мне очень трудно в этих обстоятельствах что-то серьезно воспринимать из того, что говорит госпожа Голубева. Но вообще такие заявления трагедия, потому что восстановление полицейской академии это объективная необходимость, это объективная реальность. С чем это связано? Это связано с тем, что у нас недостает людей, которые могут проводить оперативное расследование, работать оперативно, которые очень хорошо знают полицейскую работу, у нас не готовят нужных специалистов. Такого уровня, на котором могла бы сконцентрироваться, сосредоточиться полицейская академия. Безусловно, такой ВУЗ с тем или иным названием, с той или иной спецификой нам необходим по той простой причине, что нам не хватает оперативных работников. И иногда, согласитесь, колледжа или курсов для людей, пришедших со стороны, для инсайдеров, так скажем, совершенно недостаточно, чтобы взрастить из этого человека надежного профессионала. Поэтому я категорически выступаю за восстановление полицейской академии, считаю, что его уничтожение было грубой ошибкой, и в результате вот мы пожинаем плоды на улицах столицы, да и не только стреляют, да, в крупнейших городах Латвии поножовщина на трамвайных остановках. Вот вам и весь ответ, уважаемый Альбек. Да, может быть, такой последний вопрос. Мы знаем, что вот эти выборы муниципальные такие ознаменовались рекорды низкой явкой, к сожалению, 34% всего участвовали, мы наблюдаем такую тенденцию в последние годы. Ну да, на выборы в парламент явка была больше, но тоже ничего такого радостного нет. Все-таки вы сами из региона Курзома, из Лепа, и знаете, что называется жизнь на местах. Почему? Это апатия людей, неверие, не знаю, может быть, кто-то пытается банально, какие-то причины, наверное, тоже нужно учитывать, погода, вот как вам кажется? Знаете, это одинаковая проблема для абсолютно всех партий, полностью для всех. Да, я сейчас не говорю именно о конкретной партии. Да, 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 я хочу сказать, что потеряли очень многие партии, да, что касается партий, которую я представляю, мы не стали победителями, но мы не стали и проигравшими, мы выступили достойно, особенно в Латгале, в Резекне, в Дага в Пилсе, у нас победа, да, что касается других регионов, у нас достойное, солидное представительство, кое-где мы можем войти еще во власть, потому что сейчас нигде мэр не определился, это все произойдет только 1 июля, как мы с вами знаем, и ведутся переговоры, но людей объединяет, к сожалению, то, что очень многие потеряли веру политикам, я думаю, это случилось от того, что политики забывают о своих предвыборных обещаниях на следующий же день после выборов как о некоем некрасивом недоразумении, и люди прекрасно понимают, обманывать-то людей нельзя, что у нас прийти к власти можно, наобещав всего чего, надавав всяких фантастических обещаний, каких-то три по пятьсот или там два по тысяче или еще чего-то, а потом напрочь об этих обещаниях забыть, быстро перестроиться, быстро перекраситься и влиться в состав политической элиты и все. Люди что-то видят, они не дураки, но я считаю, что это очень неправильно голосовать ногами, а почему не прийти на избирательный участок и не проголосовать за силу или за людей, которым ты доверяешь, потому что не участвуя в выборах, ты попросту делегируешь право решать вместо тебя какому-то другому дяде или тете, и не факт, что этот дядя или эта тетя примут решение так, что тебе понравится, а может быть они примут вместо тебя и за тебя и в обход тебя такое решение, что у тебя волосы дыбом на голове станут и будет просто еще хуже. Поэтому я считаю, что такую возможность упускать не следует. И даже люди, которые оказываются в оппозиции к власти, они и там могут быть эффективными, могут демонстрировать свою компетентность и исправлять юридический брак, помогать людям, которые обращаются к тебе со своими просьбами, пожеланиями и предложениями. Поэтому да, вы правы, через год и три месяца парламентские выборы, и нужно работать на то, чтобы восстановить доверие у людей. Я не говорю, что все до одного политики плохие, безусловно, есть и те, которые работают во имя идеи в режиме 24-7. Я таких знаю тоже. Спасибо большое, это, по крайней мере, такая оптимистическая нотка в завершении нашей беседы. Реагишин у нас был на прямой связи, депутат Сейма, большое спасибо.